Встреча губернатора региона Константина Сумара и поверенного в делах США в Беларуси Скотта Роунда состоялась накануне в Брестском областном исполнительном комитете. Глава области и американский дипломат обсудили ряд вопросов, касающихся активного взаимодействия во многих сферах, начиная с развития предпринимательства и создания совместного производства, заканчивая социальными и культурными проектами. Брестскому региону есть что предложить американскому потребителю товаров и услуг. Это и высококачественная мебель, отличающаяся не только эксклюзивным дизайном, но и доступными ценами и продукты питания от настоящих отечественных брендов, таких как Санта-Бремер. Брестский регион открыт для активного и плодотворного сотрудничества. Мы всегда открыты для удобной деятельности в российских сферах и в сферах странах. И надо сказать, что за это время мы имеем кримическое взаимоотношение с 124 странами мира. Собственность не улучшает, но добрый взаимоотношение с 124 странами мира. Для Скотта Ролланда эта поездка была более чем насыщенная. 15 сентября поверенный в делах США в Беларуси на официальной церемонии награждения вручил представителям фонда развития Брестской крепости сертификат победителей всемирного конкурса посольского фонда сохранения культурного наследия Государственного департамента США. Преимущество Брестского проекта в очередной раз подтверждает мировое значение и внимание международной общественности к наследию цитадели. Кроме того, визит был интересен Скотту Ролланду и в плане развития двухсторонних экономических отношений. Бизнесмены Соединенных Штатов заинтересованы в партнерских связях с Брестским регионом. Мы говорили здесь с губернатором об экотуризме, например. У нас очень много разных проектов здесь. У вас хорошие условия в Брестской области. Тоже есть проекты, которые способствуют предпринимательству здесь. Мы считаем в Америке, что предпринимательство – это мотор экономического развития. В настоящее время Брестская область ведет активную партнерскую экономическую политику со 124 странами мира – сфера экономики, бизнеса, культуры. Все это становится главными темами открытого диалога со многими государствами. Возможно, эта партнерская встреча поможет построить новые мосты в отношениях двух государств.